Ситуация Какой именно из ситуации? Вот текущую, пожалуй Начали на расслабание Танки слабые, в одного не могут Я тебе говорю, когда-нибудь я залутаю 4-2-4 и кач пойдёт На ДД залутаешь, да? Сначала на ДД, потом на танк Вот когда на танк, тогда уже пойдёт кач, блядь Не, ну когда на ДД залутаю, там уже половина кача пройдёт, считай Ну да, будешь 50к давать, а как на танк залутаешь, так 100к будешь давать Да нихуя, я по-любому после нерфа залутаю Вот это самое обидное, блядь, я нахапал 4-й кусок, не могу утонуть Сейчас чекну Хульта, я 3-й не могу А ну-ка форму медведя прими Блядь, а А тапки есть со стаминой, блядь? Идите танчите, блядь, рассматривают друг друга, извращенцы Короче, будь в танке, на ребре по-любому 3 надо будет Блядь Ммм, макало? Увижем Ну медведей танк видишь уже с игром не справляется, хилов убивают Хехехехе Там по-моему вагнуло нет? Да по-моему декартанкам Не важно дал каплю кириллу спас пацана получается армс или комбат среди вас есть пиво беша спас нас раздиффузили ловушки вон у меня одного фурика на армса фурики бесполезные череды не дают ладно стакают иногда два вара кидайте ролл тогда там удите за спину большого чё вы блять не хилите нихуя вы чё там блять ну прикольно нах да я тебе уже каплю слил ваще пиздец хилы с лакой масса крудал гнев небес дал точно хпала не хилит фух отмазался не проблема в том что этот аршама в кафе гнева ладно пиво твоя удача это звучало пиздец конечно а кто там звездопады ебашит алло блять ну сбивайте им касс теперь сейчас вас рейд ебанет услуга в рейде это не ебанет я подверг его душу ужасным учением он так долго собратил спутни яйте 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 не должен служить мне это т4 ебашит надо стоять нефыка на тэшен аренуя это т4 ебашит надо стоять нефыка на тэшен аренуя что погоди не умирай а Для чего дарует в танк, я не понимаю. Для ребра. Войт себя не верит, бойцы умерят. Да не, ну можете попробовать, ну типа, чтобы наверняка не проебаться. Просто, не, я думаю вытончим. И в два вытончим. Давай попробуем. Боец погиб. Я вот хэпала не знаю. Вы там по приколу, я не знаю, хоть одно ума бабы забирали там. На пару с друидом. Да я вон держу, блядь, слугу. Я тебе уже две капли кинул, мы с игру давал. Ну будем считать друид спекласса, это когда ты сдох, чтобы не сдох рейт. Он спас, блядь, всех. Ну пускай рейл решает. Я думаю, затанчим там, если плотно прям хилить. Да, блядь, вы че на приколе, это обычно. Мальчики направо, девочки налево. А танков фласки есть? Обе на замену. Юля, есть танков фласка у тебя? Нет, это все к Никите. У меня нет никаких танков фласков, у меня только АП. У меня тоже такая спида. У меня АКОМа давал тут раз. Ну вот напиши АКОМи ХОП. Бля, АКОМа, ты где, блядь? Деревят, сумка закрывается, бывает. Те, кто могут брать АМИКО, мы звание позволяют, беритесь первые ячейки. А масло есть на ХП, на грудок? Холли Пал, королевия, слева. Нету масла. Да, пожалуйста, на АП. Ты у меня на АП, отстаньте от меня. За АП направо подходить. Там такая козочка красивая стоит. Мимон, котика. Шкаф, буша надо сумануть. Козочка красивая, спасибо тебе. А то в Доворане там, вала ибет. Ну все, больше у нас нет опасных? Шо это за метеор, блядь? Чего, СПД больше никому не нужны? Чего вы делаете? Рыба стояла на готовность. А, нет, секунду. Ну-ка, кто один на замену хочет съебаться? Лоснуться? Точнее на одного босса, вот так вот. Это палы, блядь, третью и ледяную займите, блядь. А не вот эту вторую, не надо, она никому воздаяние ваше. Поебень. О, хорош. Ребят, кто-то на одного босса, идите на замену. На продажу брин будет, или как он там? Ну давай, вразумитель, я на одну замену туда, хорошо, так поступлю. Спасибо, давай, 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 спасибо. Ебаните ему портал, че он, сейчас бежать будет полгода, маги. Портал, ебаните быстренько ему. Че вы, блядь. Че вы тут меня кидаете? Ты шо, Юля, в столбе света стоишь? Не знаю, кто-то мне отвезнул. Дайте квест на ребро, кто-нибудь. О, в натуре. Суммани тебе, бедолага, еще. Расшарили квест на ребро? Или я, блядь, сдал его, вначале кд, суку? Ай, блядь. Будет просто фильм. Да, ебаня, рейд вагонов, ни у кого нет квеста, очень прикольно. А ну у тебя Раксусу проще делать, когда на квот уходишь. Может мы сдали просто уже. Ву, молодцы. Каск по варам. Я уже просто сделал его, я до сих пор квест виси. А ты хорош. Пиво готов? Гермы нахуй. Че, клиф? Ага. Редрум, вставай, Массия Берни. Прист... В утром ты вставай, ты браешь? Ты шаман, ринкой. Вы, блядь. Ковер Берни, Редрума. Мимун, Дунжон Мастер. Ребафы. Кирилл, каплю надо будет, скажешь. Ебаться сразу. Вт, ФБ. Ревностный. Почему ЕП в минус не может уходить? Ну так в плане меньше нуля. Вех... Беги, малыш, а я делаю! Беги, малыш, а я делаю! Беги, малыш, Байер, походу, вылетел. А он с самого старта вылетел. Гордушки, повыверхите его? Ой, да сейчас ревностный пыкает. 40 секунд еще. Прожимок нет. А волшебное слово? Вот тебе волшебное слово, блядь. Я говорил... Я, блядь, просто так ничего не говорю, блядь. Я говорил, три танка надо, блядь. Да, нахуй, надо, ебать, весело, хули. Да причем здесь, нахуй, три танка, если хилы, блядь, какие-то, я не знаю, один, сука, от Клива умирает, второй, нахуй, от Клива умирает, третий, блядь, от Клива хуй пойми, чего умирает и так далее, нахуй. Это пиздец просто. Ну, может залагал, че, хуй знаю. Не, ну просто было бы понадежнее, блядь, согласитесь, блядь. Давайте, блядь, в три ребру, нахуй, остальное что хотите делать? Ну, вы жили? Полторы секунды вас не прохилили, потому что один хуй бы, там даже три бода сдохли втроем бы. Да это понятно, блядь. Втроем там бы не сдохли, там, ну представь. То ли 60 тысяч на два делится по 30 тысяч, то ли на три по 20 тысяч, блядь, есть разница? Захилить проще. Босс, которого мы недостроены. Ты неправильно делишь, считаешь по Кливу. Не, я не считал, я не считал Клив, я имел в виду просто цифру обычную. Там Клив делится на двоих все равно, просто есть шанс, что, ну, типа, ты не получишь этот, блядь, как его. Ну, уклонение, парирование, да-да-да. Эвойность. Нет. А вот эту мгновенную, типа, атаку босса, блядь, забыл как слово. А, ну, автоатака, обычная. Вот, она может, ну, типа, этот Клив получить третий человек экономно, и автоатаку получишь ты из-за этого, соответственно, там. Мы с Костереза один хуй сдохли. Там Костерез у него на три цели, не больше трех, типа. Вот мы на прошлом КД, на прошлом даже, мы сдохли от того же самого. И потом спекнули третьего танка, и все пошло нормально. Блядь. Такое. Сразу вам говорил, блядь, хулевой, да нахуй слушать. Челик, блядь, я согласен. Неделю играет в Офи, блядь, нихуя не знает, да? Ну, чё сказать. Разумитель, возвращайся. Чё лофнулся, хуй пойми, куда, зачем, почему. Кто уже зашёл, только что показывала, что он тут, нет? Нет, он у меня в друзьях. Оритром, ты умер от клеева, как думаешь, за что эти минус ЕП? Я под жопой стоял со всем рейдом, там где мои тотемы. Почему умерло три человека, а не весь рейд тогда? Так, следом за мной ещё один умер, я встал ещё раз. Ну да, три человека, не весь рейд. Почему я живой? Ладно, ладно, вопрос снят. Молодец. Ну может быть, типа... Ты куда уснался? Единственный вариант, что может быть, это бак с костерезом. Вы сумку кинете? Дайте шкаф. Ну там столько людей не должно было умирать, конечно. Не знаю. Кирилл, ты живой? Не знаю. Не знаю. Хотя я... Может, в глаза ебусь. Типа... Почему так мало в танках? Воид, сто тысяч. Холипал. Друид. Я говорил, в Холипал не знаю. Девяносто тысяч. А, заебись, у меня маска взялась. Боже, блин. Приятно выхилить, еще дам. Ну хули, десять минут ждем. Сначала он прекрасный. Вы разумите, микрофон поставь на клавишу, пока мут не поймал. Пожалуйста. А то той стул слышно громче, чем всех. Ну похуй курим. Пофайтесь, наверное, если десять минут фласки будут тикать, я вам больше не дам. Я вам тоже ничего не дам. Предлагаю посмотреть кулинарное шоу. Анекдоты послушайте. Блядь. Ну кто знает, расскажи. Я хуево расскажу. Про цирк давайте расскажу. Блядь, нет. Мы его выучили уже. Блядь, вот из-за тебя Black Dark пришлось. Чё? Давай води шарманку, как вчера. Я не знаю, предлагайте, чего будем слушать. Это, Юля, ты в кулинарии как? Нормально разбираешься? Ну, так. Не сказать, что я прям пиздец какая повариха, но умею готовить. Ты, короче, это, готовила когда-нибудь запеканку творожную? Ну, они же разные. Адель, если ты на десять часов включил, я сейчас оффну. Давайте только не пройду, пожалуйста. Я, короче, готовил запеканку творожную, там, тесто на основе сметаны и сливочного масла, ну, яйца, как обычно, мука, сахар, там, соль, сода, вот, и это, и, короче, запекать поставил, и грушу, короче, сверху порезал, немножко сахарком присыпал, из корицы. Ну, как это почти королевская ватрушка. Да. Ну, только, только как, ну, как пирог, типа запеканка, не знаю. Королевский пирог, воидовский. Олес, мой. А, да. Я не люблю готовить, я люблю есть. А, ну, понятно, все любят. Я люблю, когда у меня настроение есть. Готовить? Ага. Ты, кстати, помнишь Биги, Биги Мотчика? Биги, 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 да. Биги, да. Зам в кнутах был. Паладин же, да? Да. Ну, Паладин, Лок у него, у него у кого только не было все твины. Ну, я помню. Вот он повар по профессии. А, нихуя. Вот прям, то есть он в фотографии где-то там в инстаграм, еще где-нибудь выкладывает, просто там такие шедевры. Я такого даже не видела. Но он в таких, он сам с Украины много лет назад переехал в Рашку, жил сначала в Питере, а потом в Москве. Сейчас, по-моему, опять в Питере живет. В таких ресторанах работает, короче, в одних из топовых. Вот. И такие прямо там изыски, такая красота. Он вообще красавчик молодец. Да, круто. У меня брат в Питере живет. Да кто только в Питере не живет. Барбосы, помнишь, он же тоже из Питера. Угу. В Питере дохуя челиков. Блять, как-то челики с Новосиба, короче, в Питер. Ну, собрались такие молодые, были еще, блять, по 20 лет. Блять, типа надо в Питер, надо куда-то. Вот в столицу тянуло пацанов. Приехали, что-то через годик приезжают, блять. Говорят, да там все то же самое, люди такие же все. Но только что цены отличаются там на все. Все дороже. И зарплаты. Да, цены, зарплаты. И вроде бы, казалось бы, получаешь дохуя, а один хуй тратишь тоже дохуя там на оплачивание всяких счетов. Ну, в столице это возможности. Ну да. А дохуя это сколько? Ну тогда, какой 2012 год, что они там рассказывали про 40, про 50 тысяч, типа считалось дохуя. Это средняя зарплата. Это сейчас считается так? Нет, сейчас-то даже, наверное, выше средняя. Сейчас еще больше, наверное, но больше 40. Саня вон моряком работает. Работает, блять. Служит, я не знаю, как правильно. Ну, короче, на корабле в море ходит. И он, по-моему, на торговом судне. Ну, то есть оно никакое не военное, никакое. Это обычное торговое судно, но и не рыболовное. Что-то они какие-то грузы перевозят. Так вот, он получается в рейсе, ну, бывает такое, что, допустим, ему полгода дома нет. И такое тоже бывает. Но в основном там плюс-минус два месяца, месяц дома. Вот как-то так. Он получает почти 200 тысяч. Чего-то для рашки это нормально. Они в валюте получают зарплату. Мы почти там делаем. Ну, не знаю, не знаю. Они в этом валюте зарплату получают. Типа 200 тысяч для рашки жить можно вполне. Это да. А опять-таки вот он с Питера, то есть понятно, что там цены вышли. У меня этот самый, я из Ростова, у меня 70-80 тысяч зарплат. Нормально. Для Ростова тоже нормально. Я была проездом. Мы ехали, мы на море ездили, когда на машине. Мы ехали где-то в той стороне через Тихорецк, вот эти вот короче города. Да. Это же все Ростовская область, я не ошибаюсь. Угу. Бля, в Таганроге сколько, 40-60, 60 километров от Ростова люди 30-35 получают и счастливы. Я думаю, нихуя себе. У нас тоже есть такие зарплаты. Вот на севере хорошо получают. Там у них, во-первых, стаж идет один за два, по-моему, если не ошибаюсь. И зарплаты там, конечно, не сравнить с нашими. Там смотря где. Ну, в основном везде, вот кто туда командировочные ездят или даже просто люди там живут. У них, во-первых, и стаж действительно считается по-другому, и зарплаты у них не такие, как у нас. У меня очень много знакомых из Тобольска, из Тюмени, то есть еще какие-то города вот эти, я просто подзабыла название. Они там хорошо получают. И сколько у нас мужиков на работе? Некоторые, ну, кто уже так вот постарше, они, во-первых, на пенсию раньше выходят. И пенсия у них, короче, идет именно северная, но они как-то так называют. Ну, как-то так, типа северная пенсия. То есть она у них намного выше. Ну, видимо, там, может быть, климатически тяжело работать, поэтому... Там летом, наверное, кайф, прохладный. Наверное. У меня сосед где-то в тайге этот работает, он нефтяник, инженер какой-то, нефтяник, но у него обычный стаж идет, но зарплата у него 120. Ой, прохлад вообще не вспоминаю. У меня в городе летом можно расплавиться на солнце. Ты где в Сачах живешь? Нет, Херсон. Ну, такая же, как у нас в Ростове, примерно температура. Днем где-то 54 на солнце. Ну, чуть-чуть теплей, ладно, уговорю. Просто идешь и под твоим весом под тобой асфальт проседает. Зажариться можно спокойно. Да и по зарплатам у нас такое, где-то если на русский переводить тридцатник, но этого людям достаточно цены на продукты дешевые. Это где? Херсон. Ну, у нас с литром... Литр молока сколько стоит? Дайте шаманы. На русские 40 рублей. Прошел? Прошла маска? Тут. Две минуты еще. У вас в Донецке цены конские просто. Ну, у нас сейчас килограмм помидор, если на рубли где-то рублей 15. 15. 15 рублей килограмм помидор? Да. Это где? Походится где-то около 10-8. Херсон. Это-то где, говорю, такие цены? Херсон. А че так дешево? Все местное. А-а-а. Я слышала из Херсона черешню, по-моему, начали возить, да? Там сейчас караваны на Крым такие стоят, от нас капец. Но у нас все местное, у нас вся продукция дешевая. Где-то 15 рублей, а я таких цен, ребята, не помню лет 20. Вразумитель. У меня несколько килограмм. Алло-алло, подождите минутку, потом помидоры обсудите. Вразумитель, слышишь меня? Да. Офнись на ребро, я тебе скажу, когда зайти, чтобы не суманить туда-сюда. Можно выходить. Просто выйди из игры, я скажу, когда зайди заходить. Рейду заходить. Минута. Заходите, 40 секунд. Вернемся к помидорам. Да нет, 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 сейчас уже закончили. У нас также помидоры стоят, кстати, 85-100 рублей где-то. Но у нас, вот, недавно они стоили 30-ку. Если в рубля. Прошла неделя, они стоят уже 15. Сейчас пройдет еще неделя, они будут стоить 10 где-то. Деся, бесплатные не будешь раздавать? Можете им в Херсон стартануть? Но у нас, если оплаты тут, конечно, если ты получаешь 50-60 тысяч рублей, то ты можешь кайфовать. Понятно. Жор, короче, уже, да? Да. Хорош. Алконфил! Вот скажите, что тут это Капа значит? Че это означает? Смайлик, с твича. Это лягушка. Такая... Нееет. Языком. По-моему. Нееет, Капа это ебало черно-белое. На Гену Букина похож. Лягушка это это, бля, пипега. Ну, значит, название поменяли. Капа это лягушка должна быть. Не будем третьего танка спекать? Да уже спек... Мимончик. Хорош, вижу. Ча выше. Давайте. Валентайм, че-то ты не доигрываешь. Я хочу спа... Полбав дайте по ДК, блин. Ну, разумеется, решил курить на пять минут. Да, хорошо. Вон там песни поет, Адельевские, в печати. Пьяный, что ли? Нашли друг друга, че сказать. Гага. Гага. Мир. Не ungefähr. Несколько. Вете перейдеть? Но вещество... Эх. Аделье. Существуется. Аделье. Айра хилим? Да он тут никак не взорвенит, пох... Хотите хильте, вы хотите, нет? Что за хуйня, шп реворкнули что-то? Просто Адель ёбель. Его Никита даже задушил, сказал, что он на обоих чарах дает по 15к ДПС. Адель решил доказать обратную. Да? Дальчик. МПА еще закинул. О, блядь, ветер. Кросszy… Как единственный выход. Это... Смерть. Продолжение следует... 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 он этот контроль халимы ты про этот про ветерки да ой молодец не видно господство разума на кого кидается так ты скачай вуду меня века ой этот горит его наслаивать надо так удали грит скачаю вот он всем постоянно играя на танке для себя следует воду поставить на всеми игра но не как нибудь в комбате кого кто-то ливнет или кого-то кикнут другой аддон ба 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 ну ливнул кикнул и чтобы просто на шару хилишь на кого бог пошлёт и все и бы я всю жизнь таким чем в т.ф. ты готов да да вы смеете ступать в эти священные покои это место станет вашей могилой так дайте контроль по дарновану слитья кавелла опять пиво пьешь пристах и пьешь пьешь Новый? Катак, Андро? Катак, контроль, спячка, киньте на кота, убили кота, проведёры, молнию въебал. Сейчас я уведу, я уведу, только не умерите. Давай, сними, сними эту, а, давай с тобой. Как вы сбиваетесь, петушары, блять? Давай, давай, вот здесь куда-нибудь, законтроливайте здесь, идите, ага. Чё, поресаем? Друидов духу ищи, мемона, рез. Майсия, Берни, мемона. Мамбэ. Чё не сливаете свои дефы? Я вера, Берни вэра. МК, 2 секунды, фаза, контроль шип, МК, 2 секунды, фаза, контроль шип, МК, 3 секунды, фаза, контроль шип, МК, 3 секунды, фаза, контроль шип, зоне вам там ёбнет сейчас хорошо что они в обычке не увешан и он еще от герри отличается в герри не уешат вокруг 30 метров и бы там пиздец ваншот и все дайте это единственная разница на фазе мамы выходят контроль третий сколок чего сегодня в мк беру троих до троих я когда пришла x4 я вообще не помнила тактики на обычку не помню кроме того что еще могу уходит так еще и но таунтить босса нельзя там через на полу играешь за одну стабильность как бы у меня вот этот разъемом треш со штандартами да что там выпало разумитель у тебя видимо музыка играет нет это не у меня что там было ботинки вот это на плечники а третье что так кольчужные а и а и и и и а и и и и и и Вара, я что-то не смотрел. Я надеюсь, вы помните про акцию насчет расколов. Что-то не стакает, ему минус ЕП. В смысле, не кидал, был все время. Блядь, там вар, любой может раскол кидать. Похуево. Спек, нахуй, и так далее. Танки оба взяли, эти ранцы. Дайте шкаф с ума нем быстрее. Не надо, я уже здесь. А, 4 плюса в пушке. Еще два. Все.